здравствуйте дамы и господа сегодня у нас небольшой выпуск новостей повседневной жизни группы художественное училище онлайн такой проект да где мы общаясь в группе в контакте пробуем пожить в атмосфере такого импровизированного импровизированной художественной школы тире училище почему школы потому что мы как правило независимо от того какой небольшой путь человек не прошел часто его возвращаем на как бы обучение самых азов да а почему училище потому что если посмотреть на нашу программу дальнейшем мы видим что в некой перспективе мы видим что там затрагивается темы которые уже для художественной школы не совсем свойственно а свойственно скорее для училища и может быть даже для начала каких-то вузов и так для тех кто не знакомы может быть первый раз на этой странице соответственно здесь видим у нас меню который можем зайти нажимается да в котором мы видим правила нашей группы определенные простые моменты но они имели потом некие дополнения которые также в темах обсуждений мы имеем здесь ссылку на наш канал на ю тубе соответственно я основная наша русская теоретическая база лежит и мы имеем два основных отделения наше училище это отделение живописи и графики до 9 имеем классы и соответственно полагается что эти класс порядка девяти вот но классы они не соответствуют одному году обучения они в общем-то могут быть кем-то пройдены вообще достаточно быстро она кем-то затянуто чуть ли не надо вот и на самом деле у нас сейчас не один первый класс у нас три первых класса мы это посмотрим чуть попозже и отделение скульптуры так что у нас за этой вкладкой как бы так организован что предмет композиция как бы так организован что постоянно есть некая общая тема для всех и соответственно независимо от уровня от класса более-менее по мере сил пытаемся над этой темой работать так вот это вот у нас что это у нас одно из обсуждений на называется ответы на вопросы на самое длительное да потому что сейчас у нас порядка здесь сорока двух страниц вот альбомы это что это вот наши разные фотографии но дело в том что у нас сейчас что в альбомах лежит до нас в основном здесь лежат работы учащихся да то есть начиная с тех кто поступает до 1 живописную скульптуру и потом те кто поступили переносится в папочку поступившие собственно поступивший на живопис графику на сейчас уже на две папки разложено те кто временно не занимается или вовсе вы были и вот основные наши собственные здесь альбомы это те кто у нас учится наших классах по отделению живописи скульптуры вот и есть еще несколько таких анахронизмов этого кальбома разных художников но дело в том что у нас появилась появились дочерние группы куда основные материалы до полезные они были перенесены и поэтому здесь их осталось уже совсем немного также здесь находятся наши фонды по классам и по как бы ключевым темам вот прошу любить и жаловать на самом деле достаточно полезны ну а материалы полезные они я думаю что мы со временем полностью перенесем в нашу группу библиотека полезно это в основном у нас что это программа да кстати интересно программа нас обновлялись вот поэтому я честно я сюда сам не заходил потому что иногда даже можно заблудиться получается не знаешь в каком-то разделе полезные для рисунка для же для живописи полезные для скульптуры это обсуждение вот и различные книги у нас здесь положены по по категориям пожелание предложения по развитию группы и так соответственно вот здесь у нас обсуждение обсуждение вопросы да какие-то основные ключевые темы но в общем то предполагается существование обсуждений она предполагает что может быть ответив на какие-то вопросы или обсудив на какие-то темы мы избавим уже следующих людей от необходимости эти вопросы лишний раз задавать да поскольку если все это прочитать и уяснить многое может быть более менее понятно довольно много тем включая программы да вернемся назад и вот здесь у нас стена да где мы выкладываем наши текущие работы наши текущие работы по разным предметам в основном выкладывают те кто постоянно занимается да поскольку у нас возможности наши ограничены до количество желающих заниматься но немножко сейчас подросло то у нас или такую форму как так называемый прием так называемый прием как это бывает разных других учебных заведениях ну с поправкой конечно что это просто напросто у нас общение в контакте но тем не менее вот недавно у нас был очередной прием были вступительные даже испытания вступительные задания вот и также у нас помимо тех кто учится согласно правилам нашей группы могут постить с любые свои работы если они носят учебный характер да они просто желание выпендриться могут постить соответственно люди которые и не занимаются здесь регулярно вот но здесь конечно хочется оговориться почему почему это удобно делать здесь дело в том что ко мне время от времени какие-то вопросы идут в личку и я сам это это сделал тем что наших давнишних роликах давал свои координаты но сейчас я уже предпочитаю не отвечать в личку поскольку тогда придется на одни и те же вопросы отвечать бесконечно и при некоторой загруженности это может быть иногда даже и сложновато вот а мне кажется что если отвечать на какие-то ключевые вопросы вот обсуждениях либо здесь на стене да на стене мы больше работы смотрим конечно то может быть это будет полезно для всех вот но что касается ответов на вопросы каких-то гостей группы я должен сразу предупредить что мы не занимаемся исполнением желаний то есть если человек хочет какие-то вещи для себя понять то как правило предлагается показать свои работы да начиная с азов и соответственно советуется часто не то не ответ на тот вопрос который он хочет получить а на то что глядя на его работы объективно ему полезно вот потому что на самом деле очень часто бывают анекдотические ситуации вот когда человек спрашивает как бы мне улучшить мой штрих и ты на всякий случай ну потому что таких же случаев много так аккуратненько выясняешь ну это здорово штрих да но мы же понимаем что на самом деле штрих ставится относительно несложно сколько народ у нас мучается с построением геометрических тел посмотрите то есть это на сами серьезные вещи на этом люди действительно вырастают вот осторожненько выясняешь ну замечательно штрих вас интересует а вы кубик то построить можете и выясняется что на самом деле на самом деле вот мы часто часто хотим получить ответ совет какой-то да как нам дальше развиваться но там где мы сами для себя определили да или кто-то нас может быть немножко дезинформировал что да там чувак у тебя все классно тебе вот только штрих улучшить а на самом деле вещи которые действительно серьезные актуальные для нашего развития мы их надо порой не подозревать не подозреваем иногда обижаемся да когда нам хотят посоветовать то что на самом деле полезно для нас вот давайте мы дальше посмотрим здесь ссылки у нас есть целый ряд дочерних скажем так групп да вот наша группа библиотека изобразительного искусства куда были перенесены большинство наших альбомов 38 фото альбомов каких здесь только нет это и примеры но это уже примеры не наших работ не учащихся просто примерно переноси мотов карандаш примеры построений примеры каких-то рисунков до примеры геометрических тел примеры работ по графике примеры работ в рельефе примеры разных скульптурных работ что-то я смотрю что много много одного какого-то автора так получилось ну и я думаю что это не предел на самом деле хорошо когда мы можем быстро дойти какие-то примеры если они действительно отобраны можем быстро зайти их и посмотреть потому что не приходится тогда тратить время до когда там не знаю там 50 человек до параллельно каждый отдельно сам тратит время чтобы с нуля найти какую-то тему да в то время как может быть кто-то уже потратил это время и избавил его от необходимости это делать кого-то да то есть сэкономить время друг друга такая вот интересная группа ну тут наши ролики на видео записи на это не все да это какие-то какие-то может быть наиболее полезно или только начата она заполняться также от тем кто занимается иконописью вот наша группа библиотека иконописца 54 фотоальбома на самом деле довольно много разного материала полезного вот ну это ссылка на сайт это ссылка на видео канал вот и что-то еще должно быть что-то еще еще вот группа такая недавно возникла для текущей тем кто хочет заниматься цифры работать на какие-то вещи цифровые развивать вот дай бог им побольше времени до что чтобы заниматься этим на что все распределиться момент и так а здесь у нас соответственно видео записи вот большинство видеозаписи у нас помимо канала она находится продублирована в этой группе на обучение живых скульптуру рисунков скульптуре москва вот но те которые непосредственно относятся в деятельности нашего училища а именно это просмотры наши основные какие-то вот они сложены вот здесь в общем то наверное здесь все у нас так здесь раздел документы здесь у нас в том числе программы наши выложены причем отредактированные некоторое время назад программы по классам также у нас здесь список наших администраторов то есть те кто хочет как-то немножко помогать в нашей деятельности вот также у нас программы выложены в альбомах каждого класса вот первый класс да то есть решили ввести буквенное обозначение да потому что три первых класса чтобы как-то их немножечко не путать вот здесь в частности еще в качестве таблицы да лежит программа по разным нашим предметам это отделение соответственно живописи графики тоже первый класс да второй который первый класс который был набран осенью еще один первый класс это последний да зимний это второй третий класса они конечно существенно видели деют это связано в первую очередь тем что просто они у большинства народу не так много времени чтобы быстро освоить всю программу кого-то получается быстро это сделать у кого-то это занимает какое-то время поэтому как бы не все еще перевелись куда-то дальше вот соответственно у нас здесь также классы по скульптуре лежит программа вот ну в общем то наверное это основные моменты которые хотелось рассказать по общей теме композиции у нас сейчас заканчивается работа над такой темы рождество скоро будет какой-то просмотр да более-менее промежуточный и начинается у нас новая тема называется она зимние виды спорта спасибо вам дамы и господа за внимание всего вам доброго до новых встреч до свидания um вы